Лазер – явление многофункциональное, в каких только областях его сегодня не применяют. Лазер в косметологии – это устранение новообразований, борьба с пигментацией, куперозом и, конечно же, комплексное омоложение, рассказывает врач-косметолог Екатерина Александровна Козель. С возрастом у нас снижается выработка коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, снижается активность фиброгластов. Для того, чтобы активизировать эти процессы, мы используем лазер. Сейчас мы зададим необходимые параметры для процедуры. Они выбираются исходя из фототипа кожи и из чувствительности кожи пациента. Выбрали несколько видов насадок и будем воздействовать на определенные слои кожи. Сейчас я выбрала насадку, которая будет воздействовать на глубокие морщинки. Этот аппарат не вызывает нагрева тканей близлежащих. То есть сначала мы прорабатываем глубокие слои, потом чуть поверхностнее и последнее уже самое поверхностное, чтобы исключить ненужный нагрев тканей. Если мы пойдем с обратной стороны, то у нас энергия будет копиться в поверхностных слоях. Если стоит задача убрать пигментацию или паутину мелких морщин, тогда будут применяться насадки, которые эффективно прорабатывают именно поверхностные слои кожи. В нашем же случае вариант глубокого омоложения. Лазер воздействует на ваши глубокие слои и стимулирует выработку компонентов молодости. Он стимулирует активность фиброгластов и выработку коллагена, эластина, а также гиалуроновой кислоты. Необходимое количество процедур от 4 до 6 с интервалом 1 раз в 3-4 недели. Вы сможете спокойно после процедуры вернуться к обычному режиму жизни, к обычной вашей работе. За те годы, что лазерные методики применяются в медицине, сменилось несколько поколений аппаратов. И каждая новая модель обеспечивает еще большую эффективность при малой травматизации.